Всем привет! У нас сегодня 30 августа и мы приехали в Краснодар. Да, мои каникулы подходят к концу. И сейчас мы идем по одной из самых оживленных улиц в Краснодаре. Улица Ставропольская. Это у нас район Черемушки. Здесь всегда очень много людей. Вообще этот район считается студенческим, потому что здесь большое количество разных учебных заведений. И мы, когда приехали сюда, мы были немножко в шоке от того, что тут очень шумно. Мы не привыкли к такому шуму. После такой тишины нам было здесь тяжело. Допустим, сейчас вот идем, посмотрите, сколько здесь народу, сколько машин. Мы когда вчера добирались, было очень много пробок. Очень много транспорта. Вообще основным видом транспорта в Краснодаре является трамвай, потому что это тот транспорт, на котором можно доехать без пробок. Если вы едете на маршрутках, троллейбусах, то вы гарантированно встанете в пробки. Сегодня у нас очень хорошая погода, прохладная. Летерок. Как тебе вообще? Тебе нравится? Ну, вот такая погода. Сегодня комфортно. Сегодня очень комфортно, погода хорошая. Но здесь, что очень хорошо, по деревням. Ты идешь не под солнцем, деревьев очень много, они такие большие. Зелени очень много. Вот это спасает. Ну, да. Город всегда очень ухоженный. Всегда здесь убирают. Вот когда начнется уже осень, листьев будет больше, это все будет выметать. Травка будет зеленая, будет еще красивее. Да и сейчас тоже красиво. Ой, ну я честно не могу привыкнуть, потому что очень шумно. Вот это вообще. На самом деле то, что вот было у нас, это тишь. Такая тишь. И она приятна. А тут постоянно кто-то едет, кто-то сигналит, кто-то разговаривает. И ты от этого не спрячешься. Ну, это шум большого города. Тяжело очень жить в большом городе, потому что очень шумно. Ну, Краснодар тяжелый город. Очень шумно. Я считаю, что Краснодар тяжелый город как физически, так и морально. Морально, потому что вот это все на тебя нагнетает, такое количество народу. А физически, потому что здесь очень климат такой. Не каждому подойдет. Мне, допустим, он не подходит. Тут большая влажность. Получается, что летом тут невыносимо жарко, а зимой очень холодно. Самое благоприятное такое время – это осень и весна, когда все цветет. А в остальные времена года тут просто невозможно находиться. Поэтому я очень радуюсь, когда приезжаю к родителям. У них всегда хорошо. У нас воздух совсем другой. Лышится легче. По сравнению с Сочи, там очень влажный воздух. Ну, тут как в Сочи. Так же. У нас, где мы живем… Нет, я говорю, что Краснодар как в Сочи. То же самое. Воздух посвежее как-то. Поэтому, если вы планируете переезжать в Краснодар, лучше стоит вам все ваши плюсы, вот эти минусы взвесить. И сюда приехать не сразу квартиру покупать, а пожить тут сколько-то. Посмотреть, подойдет ли вам этот климат. Посмотреть, сможете ли вы найти здесь работу. И тогда уже делать какие-то выводы. И, собственно, переезжать или нет. Да, мне кажется, так будет правильнее. Ну, так как я сюда приехала, как бы поступила, учусь, то у меня уже как бы выбора не было. Надо где-то учиться. А все высшие учебные заведения, они в больших городах. Поэтому вот так вот. Видите, мы все идем, идем. И транспорт все едет, едет. Трамваев очень много. Я вот все вспоминаю. Ростов. И там ведь практически нет трамваев. Транспорт входит, но его настолько мало. Меня вот удивило то, что вот там широкие улицы, а здесь они у нас очень узкие. Вот. Ну, конечно, идем красиво. У меня вот даже как-то душа радуется. А зимой, как красиво. Видишь, 1 декабря, правка зеленая. Ну да. Солнышко светит, тепло. Ну так не всегда. Ну не всегда, конечно. Но сравнить, если, например, где мы раньше жили, холодно. Вот сейчас там уже дожди, холодно, плюс 4. А здесь мы ходим в легкой одежде. Ну да. Город, конечно, большой. Живет здесь очень много. Числено сколько сейчас? Ну вообще уже официально миллион перевалило. Вот я не знаю, сколько миллион. 200 может. Но это официально только зарегистрированных по жилью. Вот. С пропиской. А очень много приезжают и студентов. И просто поработать. И просто пожить. Это, не знаю, все южные города явно больше по численности, чем официальная статистика. Вот честно, мне кажется, Ростов будет покомфортнее для проживания. Там и работу проще найти. Потому что здесь все-таки юг. И тут в основном торговля развита. Есть, конечно, такие большие предприятия. Но не знаю. Вообще многие, с кем я общалась, говорят, вот есть корочка, но проблема трудоустроится. Везде нужен опыт, а ты только выходишь после университета, и ты не знаешь, где вообще работать. Не берут. Если вас вообще интересует Краснодар, пишите в комментариях, что вы хотите увидеть, чтобы я показала. Потому что в ближайшее время я буду находиться здесь. Конечно же, я буду приезжать к родителям. Ну, как бы постараюсь как можно чаще. Будем показывать вам, как выглядит Черноморско-Азовское побережье. Не в сезон. Это будет вам интересно, и нам интересно посмотреть. Вот. Так что, если вы здесь подписаны на меня исключительно из-за побережья, не стоит отписываться, все еще будет. Спасибо. Спасибо.